Всем привет ребята! Привет всем! Катя тут наводит порядок, убирает немножко игрушки. Кстати, хотели сегодня заказать ящик, чтобы поставить здесь в зале, чтобы убирать игрушки, но в Икеа. Доставка в самый ближайший день это 9 июля. Мы сейчас находимся, проживаем 16 день мая. Просто к этому времени Икеа уже откроется. Мы надеемся, что она откроется. И еще плюс ко всему доставка стоит 39 евро. Мы никогда так много за доставку не платили. И тут Икеа, она вот под боком рядом склад. В общем, я не стала ничего заказывать. Там, получается, ящик стоит около 60 евро ящик и 40 евро доставка. Ну что-то блед какой-то. Вот, поэтому пока будем без ящика. У меня идея возникла. Взять ящик, который у нас есть в студии. Один ящик освободить, если прям вообще начнет раздражать сильно, да. Угу. Но там ножик нет. Есть. Где? А, да, ножик нет. Ну, черный ножик поставь. И он приклеенный. Верхний приклеенный? Да. Я их приклеил между собой. Ну, я думаю, можно его отодрать, но... Ну, тогда... А, то, что в ящик куда деть? Ну, я же говорю, на крайнем случае, если очень сильно захочется, то есть куда-то сложить. Или же освободить какой-то ящик. Например, вон тут. Крайний. И один из этих тоже совместить, убрать вот так. И тогда можно, в принципе, вот по ящика. Да. Кстати, да, потому что тут последний ящик, там, в принципе, ничего такого не нет. Там одна коробка, кстати, я, в принципе, могу ее убрать. Давай ее уберем и туда уберем игрушки. Да. Там машина. На. Давай, я могу ее в студию просто поставить, у нас там все равно беспорядок. А ты коробкой больше, а ты коробкой меньше. Там особо разницы не будет. Да, не знаю, когда мы там будем наводить порядок. Но... Я пока не хочу туда. Там просто, знаете, именно страшно. Там не знаешь, с чего начать. Там столько всего. Хотя мы там наводили порядок, и там было очень, помнишь, чисто. Да, там скучно было. Многие в комментариях пишут, типа, о чем вы все склодовку любите, у вас же есть склодовка. Мы, пожив два года в этой квартире, поняли, что, ну, кладовка это круто, но в ней... Сырость. Сырость, да. Все такое, ну, мокрое становится, влажное, пахнет. Напитает запах, да. Пахнет у него очень приятно. Поэтому мы не хотим... Те вещи, которыми мы, в принципе, пользуемся, да, время от времени, не хотим убирать, чтобы они не использовались. Это только если убирать, допустим, если это одежда или что-то, ну, ткань, в бакуумные пакеты, опять что-то воздуху убирать, да. Ты танцуешь? Ты наш танцор-дитка. Ты просто отлично двигаешься. Молодец. Сырох, ты просто отлично двигаешься. Сейчас будет доставать все. Живу, она убралась, можно навести беспорядок. Еще хотели поделиться одним лайфхаком, который Ваня нашел в Инстаграм, на просторах Инстаграм. Он сейчас везде. Можно вообще столько всего найти. Короче, у нас всегда была проблема с коробками, от сахара. От... что у нас в коробках? Питание Ванюшкиной каши. Ванюшкиной каши, потом хлопья. Короче, оно вот это все топырится. Ну, как бы здесь вроде есть, да, вот эта вот закрывашка, но... Ну, как бы не во всех коробках плотно закрывается. И иногда открываешь, это все рвется. Короче, смотрите, какой лайфхак. Вот коробка, да. Вот эти вот штуки по бокам убираем вовнутрь. И вот эту вот крышечку одну убираем тоже вовнутрь. И вот здесь делаем вот так. Хорошенечко сжимаем. Ну, так как мы уже делали, у нас тут уже все согнуто. Ну, здесь еще очень толстый такой картон. Да. И, а эту крышечку вставляем вот сюда, вовнутрь. Так. И вуаля! Коробка чуть ли не герметично закрыта. Ванюшенька. Вот. Смотрите, как круто. Ванюшенька. Сегодня не знаю, что с ним происходит, но он сегодня кричит. Тогда я до конца сделаю, потому что ты немножко не до конца. Ну-ка, держи камеру. У меня что-то не получилось. Ну, просто здесь очень толстый картон, и поэтому оно так трудновато. Жестко, да? Жестко, да, вставляется. А с более тоненькими, я думаю, оно вообще... По крайней мере, на видео оно очень легко вставлялось. Короче, оно уже согнулось, уже... Не, ну все равно круто выглядит. Класс. Особенно, если это нужно не постоянно, а вот так вот, допустим, как мы сахар набрали, сахар нет, закрыли, и все. Супер. И выглядит очень круто. Да, очень аккуратно, классно. Что, можно скотчем заклеить и вообще отправить? Пушестик. Кто мне здесь помогает готовить обед? Иван, один год у власти. Так, я тут готовлю кушать. У нас сегодня на обед будет супчик. Так, пока снимаю вытяжку, выключу. У нас будет суп, так что, ребята, кто переживает, что мы не едим супы, едим, но в основном, если это суп зимой, это раз-два раза борщ, а вот рыбный суп мы едим чаще. В общем, здесь лосось, порезанный кусочками, морковка, лук, сельдерей, это варится бульон, потом морковку, лук и сельдерей я уберу и выкину, я ничего с этими овощами не делаю, потому что я их вывариваю, чтобы все свои соки и вкусовые качества они отдали бульоны. Вот, я уже все здесь подготовила, чтобы суп сам себе тут стоял, варился, а мы с ребенком пойдем играть, да, он тут ждет, не дождется. Потом у меня здесь картошка, я уже очень давно не делаю зажарку для супов, поэтому так, прямо в бульон бросаю луковицу и морковку, потом брокколи, горошек свежий, петрушка и в самом конце будут сливки. Еще сюда очень органично и вкусно подходят грибы, но так как мы будем кушать это все вместе и грибов нет, грибы я добавлять не буду, потому что насколько я вычитала, насколько я знаю, грибы деткам нельзя давать, тем более вот таким вот маленьким, поэтому будем без грибов, без грибов тоже очень вкусно. Все подготовила, осталось дождаться, когда уже приготовится бульон, но он только закипел, поэтому пусть еще варится, а мы тем временем пошли играть. Ну что, когда вы видите, что овощи практически готовы, что им осталось буквально 5-8 минут, я имею ввиду картошку, брокколи, то можно заливать, делаю сейчас комфорку помощнее, заливаю все сливками. Теперь добавляю специи, специи обязательно нужно дополнительно посолить, затем я добавляю немножко белого перца молотого, он в этот супчик лучше подходит, чем обычный черный молотый перец. И сухая петрушка, можно добавить и укроп, можно свежую зелень добавить, я добавлю так сухую, сушеную. Немножко сейчас все перемешаем, чтобы стало все однородным. Если вы еще не готовили такой суп, обязательно попробуйте, это очень-очень вкусно. Раньше, еще очень давно я готовила просто как бы рыбный супчик, без брокколи, без сливок, просто рыба, лук, морковка и картошка, и как бы было вкусно. Но вот такие вот дополнения, потом я увидела, что в Финляндии в такой суп добавляют сливки, я попробовала сливки добавить, получилось очень вкусно. А потом уже моя свекровь, тетя Оля, начала экспериментировать и добавила вот такой вот набор овощей, ну и она еще грибочки добавляла, это тоже очень вкусно. Получилось, получается такой очень полезный супчик, как для взрослых, так и для деток. И смотрите, перемешала и запускаю горошек. Все, 6-7 минут, где-то так, пусть прокипит. И накрываем крышкой, выключаем комфорку и пусть супчик настаивается. И все у нас с вами готово. Сейчас я попробую его на соль, чтобы он был вкусный. Мне кажется, отлично. Чуть-чуть недосоленный, но это идеально для ребенка. Мы там уже подсолим себе в тарелке, если уж очень сильно понадобится. Все, сейчас жду, когда он закипит, накрываю крышкой и готово. Ванюшка у нас спит, наш маленький мозаичек. Все, суп готов, Ванюша пока спит. Стой, 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 стой. Сейчас будем смотреть Камеди Клаб. Ух ты, что у нас выключено. Включай Камеди Клаб. Кстати, пумит стало намного легче, она у нас вообще перестала кашлять. Я, по крайней мере, не замечал за ней. Я тоже не слышал. Возможно, она кашляет, но раньше мы ее это постоянно замечали, а сейчас вообще не слышно. Я и ночью не слышу, вечером, утром тоже. Ей точно уже помогло. Так что в понедельник, я думаю, не придется ехать опять. Да. Супчик готов, настоялся. Вот так вот будет мы его кушать. Хлебушек. Вот так что всем приятного аппетита. И Ванюша проснется и тоже будет кушать супчик. Мы уже посмотрели Камеди Баг, мы посмотрели Камеди Клаб. Мы доели суп, поужинали, уложили ребенка спать. Я еще посмотрела свою мастер-шефа профессионала, разобрала сушильную машину. И все, больше у нас ничего сегодня не произошло. Все, теперь можно идти и ложиться спать. А, значит, в 12 нужно дать ей лекарство. Кстати, да. В принципе, мы можем так вот делать в конце. То есть влог составлять где-то за минутку и рассказывать, что мы сделали на протяжении всего дня. И это все. Да. Да, потому что на самом деле дни иногда проходят настолько быстро и одинаково. И одинаково, да. Да, все-таки хочется снимать что-то по-разному, но практически всегда это получается одно и то же. Потому что мы сидим дома. Да? Поэтому мы не можем никуда не съездить. Ну что, я вчера как ездил вообще? Ну да, ну что-то в магазин съездим, и все. Я имею в виду не погулять, ни с кем не встретиться. Да, к сожалению, это, по-моему, это куда собралось? У нас, кстати, хотят продлить еще карантин до 30 июня. И вроде как, в следующей неделе уже скажут. Ну, в понедельник мы только переходим на половину фазы, ну и опять фазы. У нас вроде как в магазинчике маленькие откроются. Я говорю, Ваня, и что, можно будет ходить гулять? Он говорит, нет. Зачем они тогда откроются? Просто сходить в магазин и вернуться? Ну да. Ну, если что-то тебе нужно, то сходить купить. Потому что прогулки-то можно после восьми, а после восьми в магазины закрыты. Сейчас вообще все магазины работают до семи вечера. После семи вечера все закрыто. Да. Вообще, мне кажется, мы еще долго не вернемся в обычную жизнь. Все, что такое? Да я думаю, в будущем. Как-то мы выйдем. Да, какое оно будет. Как вообще это лето пройдет? Потому что, если продлят карантин, то первый месяц летом мы будем сидеть дома. И ждать. Потому что не факт, что когда мы перейдем на первую фазу, что это первая фаза продлится конкретное время. Да, там неделя, две. Да я не понимаю, сколько. Вроде по две недели. Нет, каждая фаза. По две недели. Ну, мы уже на нулевой, какую? Третью неделю будем сидеть на нулевой фазе. Ай, не знаю. А у нас тут с этим все очень строго. И сейчас вроде как Каталуни, это и Барселон, это самое такое вот... Очаг, скажем так. Хуже всего. Ситуация находится не у нас. У нас больше зараженных каждый день новых зараженных, чем в Мадриде. Хотя раньше Мадрид лидировал. Да, раньше Мадрид лидировал. Ну да. Как-то грустно, не знаю. Как-то надо с этим бороться. Напишите нам. С грустинкой. Как вы боретесь, кто сидит? Потому что в России вроде как уже все закончилось, да? Я так поняла, что в зависимости от региона, территории. Каких-то этих... Вот у меня сестра, твоя родная, она в Сочи живет. В Сочи она говорит, все, можно гулять. Единственное, что кафе, рестораны, все закрыто. Но люди спокойно гуляют, передвигаются по городу. Там могут гулять на море. Кстати, мы еще... Я заметил, что мы с тобой совсем перегорели настольными играми. Мы на них столько много играли, что пропало желание в них играть. Хотя поначалу казалось, что мы будем в них бесконечно играть. Нет. Доело. Может, я уже несколько дней в каркасов не играю. Как? Нормально. Не хочется? Нет. Нет. Я хотела заняться, доделать Ванюшкин альбом. Угу. Но у нас краски в принтере плохо печатают. Помнишь, последний раз, когда печатка, все синее было? Надо попечатать принтером. И оно по идее должно нормально быть. Да, потому что я проверял, там краска везде есть. Да. Значит, надо попечатать завтра. Я просто хочу вот этот альбом, который первый раз называется, доделать его. Потому что он начат уже. Ну, в смысле, я уже там много фотографий вклеила. Ну, еще это нужно все фотографии найти. Ну, они у нас все по папочкам. Но все равно их нужно найти, обработать, там, подогнать размер, распечатать и вклеить. И уже готовый альбом, может быть, показать. Ты его не показывала? Я показывала только, ну, без фотографий. Угу. Ладно. Давай сейчас заберем одежду и пойдем монтировать видосик. Что-то все спокойная ночь. Я и все. На такой вот веселый, грустный ночь. Да как-то... Хорошо все. Все хорошо. Не, на самом деле это все хорошо. Не, на самом деле все хорошо, но все равно как-то эмоционально истощаешься. Нет подпитки природы, свежего воздуха. Ну, не знаю, как-то. Так, ладно, все, хватит грустить. Все. Люди смотрят видео. Чтобы подбодриться, а я тут их напрягаю. Своими этими. Ладно, все-все будет супер-пупер круто. Нужно просто это все пережить, принять. И все будет хорошо. Главное не смотреть плохие новости и... Еще. И все. Все. Увидимся, ребят, с вами завтра. И всем. Еще знаешь, почему плохое настроение сегодня такое? Потому что дождик. Да. Когда, заметь, когда у нас солнышко, у нас вообще... Ну да, побольше энергии. Да. Все, все, все. Теперь точно все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...